добрый день дорогие телезрители ну кого может быть вечер кого ночь кто как мы с вами продолжаем путешествие по трассе м12 вот я стрелочки на схеме указал куда в какую сторону будем лететь вдоль участка от скат до большой бетонки то бишь а 108 чтобы было понятно и начиная с прошлых съемок как раз таки мы закончили с вами на этом месте впереди мы увидим от скат и такое огромное поле здесь образовалось не случайно здесь будет съезд на скат то есть вот там вот за скатом если справа обратить внимание есть такая вымочка там будет такой заезд с его внешней стороны сюда на платный участок но сразу могу сказать что по официальной информации уширение которое здесь планировалось скорее всего не будет потому что на трассе м12 тоже будет система как и на скат без барьерная то есть будут стоять просто рамки барьеров и каких-то шлагбаумов не планируется ну посмотрим как она будет в итоге для удобства просмотра я сделал ускорение в два раза в три слишком уж прям быстро получилось в два раза как раз таки можно не останавливая видео спокойно заметить все интересующие объекта либо как минимум поставить на паузу сейчас будет резкая смена погода потому что следующая часть вот как раз таки пошло ускорение следующая часть снималась на следующий день когда он был менее пасмурным без дождя и даже проглядывал немножечко солнца сейчас мы с вами приближаемся к сооружению моста через реку клязьма собственно слева тут виднеются домики этой у нас снт ставится чуть дальше на соседнем берегу эту нас снт солнечный так как здесь чем дальше мы будем двигаться к владимирской области тем меньше будет всяких населенных пунктов в том числе дачи снт то здесь будет больше музыки нежели будет слов поэтому пока просто летим смотрим кстати да вот очень полноводная достаточно клязьма у нас и видите мост уже окажется есть правда для строителей временной но тем не менее он есть его тоже и сваебойная машина есть и для заболевания свай тоже машины есть на одном другом берегу уже какая-то минимальная подготовка во всяком случае идет вот до следующего включения и 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 справа мы наблюдаем здесь населенный пункт точнее поселок городского типа большие дворы и вот дорога который сейчас пока идет в объезд соединяющие большие дворы с деревней грибанина вот здесь будет тоже такой небольшой путепровод естественно конечно же никаких съездов не будет и слева мы видим достаточно большой строительный городок для строителей которые как раз таки занимаются возведением трассы м12 так же вдалеке мы уже можем наблюдать дорогу которая соединяет поселок кузнецы на расположена трассе м7 Волга и если по этой дороге поехать направо мы пойдем с вами в Павловский пассат здесь тоже так же развязки не будет да хочу заметить что после развязки с центральной кольцевой автомобильной дорогой следующая развязка будет только с А107 точнее даже не то что с ней а с обходом Орехово-Зуево и Великим Дулево но только с той частью которая построена и вот мы с вами выбираемся в леса здесь многочисленные будут нам мешаться лэп пока еще местность здесь лесистая чем дальше мы будем продвигаться на восток тем более местность будет болотистая но вы сами сейчас все как раз таки увидите и 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 так как здесь достаточно болотистая и торфяная местность, здесь обустроены достаточно глубокие разветвленные каналы, залитые водой, их скорее всего реконструировали после 2010 года, вот один из этих каналов мы с вами как раз таки сейчас прилетаем и здесь достаточно много даже удалось вдоль одного такого проехаться, для чего это нужно, для того чтобы болота постоянно снабжались водой, дабы не пересыхали и не было возгорания, потому что могу так сказать, вот если по трассе М7 ехать от Кузнецов и дальше в сторону Покрова, то можно увидеть, вот раньше там был лес, 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 в 2010 году сгорело все, вот даже сейчас мы поднимаемся, достаточно высоко, потому что теряется сигнал и можно видеть, что прям вот, ну, болото, болото и вдалеке там был лес, а теперь это просто поля, так как все просто сгорело и вот было принято решение тогда все активно затопить, залить и поддерживать достаточное, достаточное количество воды в этих каналах, чтобы просто болота не пересыхали и не возгорали от солнца. А мы с вами приближаемся к железнодорожной ветке, которая является ответвлением от Горьковской железной дороги в сторону станции Электрогорск, ну, соответственно, одноименный город Электрогорск, который был основан благодаря строительству ГРС в 1912 году. Дальше мы с вами наблюдаем, опять же таки, лэп, есть, мне память не изменяет, по-моему, нет, это, по-моему, не 500 киловольт, мне кажется, это, наверное, в районе 300, может быть, кто-то меня подправит, вот они таким вереницей, такие три просеки теперь идут, то есть было раньше две просеки, теперь будет три просеки, одна из них, естественно, относится к нашей долгожданной трассе М12, и опять же, обратите внимание, то бишь, да, это вот начало мая, и можно видеть, как все затоплено, какая болотистая тут местность, и я хочу сказать, что дорогу здесь строить не так-то просто, как хотелось бы, и те темпы, которые мы сейчас с вами вместе наблюдаем, это, на самом деле, поразительные, я не удивлюсь, если мы действительно к 23 году уже по этой трассе поедем, я-то так с удовольствием, потому что каждый раз, когда представляешь себе дорогу до Казани, ну, понятное дело, что есть самолет и поезд, ну, допустим, если ты хочешь поехать на машине, не важно, там, каршеринг, не каршеринг или лично автомобиль, просто вспоминаешь М7, особенно после Нижнего Новгорода, в сторону Казани, и просто думаешь, нет, 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 последний раз я по этому маршруту ездил до Екатеринбурга в 2018 году, у меня достаточно свежее представление об этой трассе, чтобы объехать пробку от Кистова и дальше в сторону Казани, мы вообще ездили через республику Мариэл, хотя, да, это намного дольше, и дороги там не очень хорошие, но хотя бы не стояли в пробках, а мы движемся дальше к городу Орехово-Сумуево. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот мы с вами добрались до конечного пункта строительства нулевого этапа трассы М12 Москва-Казань Именно здесь она заканчивается, собственно, это видео по прилагаемой схеме, вот в уголку, который я приложил Субтитры сделал DimaTorzok 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 Причем даже грузовой, который будет ездить по этой платной трассе В том числе из Казани и те, кто будут выбирать бетонку, чтобы не ехать до Доскат И съезжать в сторону Орехово-Зуево Это, конечно, будет полный привет То есть надо какую-то разгрузку все-таки трассе сделать Будем очень сильно надеяться Да, вот он опять же таки вот тупиковый съезд То есть видно, песочек резко заканчивается, обрывается, потому что дальше пойдет эстакадная часть Ну и в общий вид Последней части Этапа строительства Нулевого этапа То есть именно с этого места Дальше М12 у нее начинается здесь нулевой километр То есть поэтому многие думают Что возможно следующая часть М12 откроется раньше Чем та часть которая свяжет Москву Со 108 Но нет все таки должны открыть все одновременно Вот да вдалеке видите Вырезанная просека Вот это как раз трасса должна идти На обход Орехово-Зуево Вот собственно на дальнем плане Ну или на переднем плане как они поправляют Вот за лесом вот этот огромные дома Это как раз таки есть город Орехово-Зуево Честно я очень Сочувствую жителям Потому что такой огромный трафик Через них идет большая бетонка Это равносильно мало бетонки Причем при запрете въезде фур Очень трафик сильно возрос Я надеюсь что все таки обход В ближайшее время достроят Тем более мы видим какие темпы строительства Могут быть И соответственно почему бы и нет Я как бонус решил все таки пролететь Чуть дальше Уже в сторону старого Ну старой части большой бетонки То есть не вот это вот расширение Которое 2 плюс 2 скоростное А непосредственно до старой Конечно мы чуть-чуть до нее не долетим Потому что дальность Опять же таки радиосигнала ограничена Ну просто чтобы хотя бы Чуть-чуть Улететь вдаль Посмотреть Краешком глаза Первые километры Именно первые километры Трассы М-12 Потому что опять же повторюсь Именно с этого места Начинается нулевой километр Вообще Все это трасса Ну и если кто не в курсе Конечно же Она по идее Не должна заканчиваться Казанью Именно поэтому Она идет так странно И обходит Казань Немножко стороной И заезд в Казань Будет как бы не с М-7 Как мы все привыкли ездить Либо если кто-то ездил А немножко с другой стороны Со стороны Елабуги Это связано с тем Что трасса должна пойти дальше В сторону Екатеринбурга Но это уже Далекие перспективы Давайте Сначала хотя бы Доберемся до Казани И вот мы видим Что тут тоже Ведутся активная работа И уже даже сделана Какая-никакая Но отсыпка Идет подготовка Я так понимаю К строительству Водопропускной Либо трубы Либо какого-то Вот сооружения Потому что опять же Здесь болотистая местность И если вы будете Внимательнее присмотритесь То вдалеке Вдалеке Видны Как видно Как машинки там ездят Влево Вправо Вот далеко-далеко А это как раз таки Уже есть Старый ход Дороги А108 Большая бетонка Где всего лишь Там 1 Плюс 1 То есть Старое ее расположение И новый обход Но и опять же Сейчас мы поднимемся Повыше Потому что это примерно Где-то в районе 60 метров 70 Я вот сейчас Начну подниматься Потому что опять же Радиус сигнал Не бесконечный И вот можно увидеть Что на самом деле Видите Вот вдалеке-вдалеке То есть трасса Делает такой вот Плавный поворот Направо После вот ездящих машинок Прошу прощения За слэм И вот видите Вот направо И вот налево Дальше То есть вырубка Уже сделана полностью Но опять же Зрители Многие говорили Что вырубка Около Покрова Уже сделана Но это следующая часть Я постараюсь В Владимирской области Это снять Но поймите правильно Время Когда Что Я не знаю Я постараюсь На этом все И пока-пока